Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение трансовых техник. И сегодня сделаем практическое занятие из того, что важно, без чего невозможно ни магией, ни управления реальностью, ни что бы вам не рассказывали из таких громких тем. Вот без этой базы все управления, вот это просто лапша, да? Вот эту базу, либо вы ее оттренировываете в режиме тренировки, и у вас она работает на раз-два-три, либо вы ничего не можете. Но есть еще вариант, когда вы приезжаете к гуру и напрямую у него берете передачу, да, через состояние. Это другой вариант. Такое тоже возможно, но тогда возможно только в тех рамках, в которых мог гуру. Если вы все-таки хотите играть, то тогда виртуозность игры зависит от вас. Итак, о чем пойдет речь? Речь пойдет об измененных состояниях сознания. Заметьте, их много сразу. Это не одно состояние. Что такое измененное состояние сознания? В данном случае для того, чтобы работать с измененными состояниями сознания, нам надо научиться тормозить режимы торможения мозга. Их много. При этом задействованы разные зоны коры мозга. Их много. И отслеживать внутреннее состояние. В каком состоянии мы находимся? Опять-таки, этих состояний много. И в режиме соединения игры мы получаем миллион разных измененных состояний сознания. И в каждом состоянии сознания могут у человека проявляться разные психические способности. Понятно. Что значит тормозить? Мы должны научиться входить в состояние медитации, расслабления, релакса. Что для этого надо? Есть разные медитации, разные предложения. На рынке сегодня из наиболее распространенных два. Первый вариант – это когда вы садитесь, расслабляетесь и дальше расширяетесь. Расширяетесь за пределы комнаты, района, города, страны. Поднимаетесь над земным шаром, уходите к яркому свету и входите в яркий белый свет. И дальше можете начинать общение с Богом. Это один вариант медитации сегодня существующих, массово предлагаемых. И второй вариант медитации – это когда вы находитесь на глубине в толще воды. И вы поднимаетесь, 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 всплываете на уровне ощущений и выныриваете в яркий белый свет. Как видите, и в том, и в другом случае задействованы два канала – визуальный и тактильный. И в данном случае еще, если настроена музыка, вам помогает аудиальный канал для того, чтобы вы в эти состояния вошли. Кстати, недавно услышала, что, оказывается, третий глаз – это у нас еще дополнительный канал восприятия, господа. Ну, хотите – верьте, хотите – нет. Но такого канала еще наука не открыла. Далее. Из того, что нам надо знать для того, чтобы идти. То есть нам важно войти в какое-то медитативное состояние. Один момент. Второй момент. Я вам предложу немножко другой вариант, свой, более простой. И тот, и другой вариант из предложенных медитативных на сегодняшний день предполагают, что вы идете куда-то наружу, вне себя. То есть вы ищете источник света, или Бога, или Творца, вы где-то ищете снаружи. Кто-то ищет Высшее Я, неважно, как вы это назовете, но это находится вне вас, в неком внешнем мире. Господа, это первое и самое важное заблуждение, которое сегодня существует в представлениях многих, кто занимается медитативными практиками. Мы не идем наружу. Мы идем вовнутрь. И поэтому вопросы, когда у меня спрашивают, а вдруг мы там встретим чертей или бесов, или еще мы попадем в какой-то мир. Господа, вы не можете попасть куда-то, кроме себя. А режимы торможения мозга предполагают, что вы идете в себя. Если в ваших представлениях медитация нарисована неправильно и выводит вас наружу, то это ошибка того, кто создавал эту медитацию. Осознанная или неосознанная, но она ввела человека в заблуждение. Он думает, что он идет в какие-то миры. Нет, он тормозит и идет вовнутрь себя. Вот это надо четко понимать. А внутри себя встретить черта или беса, или дьявола невозможно, если вы не страдаете шизофренией. Если вы страдаете шизофренией, то в таком случае любые трансовые техники противопоказаны. Если у вас психика и все нормально, и вы тормозите, то этот свет, белый свет, это ваш внутренний свет. Это свет вашей души, это свет вашего Бога. Поэтому, пожалуйста, вот эти вещи не должны вызывать у человека страха, расстройства, и должны быть полностью понятны. Из того, что важно знать еще для того, чтобы приступить к самой практике. Важно научиться отслеживать в себе внутренний отклик, внутренних состояний. Звучит страшно, но на самом деле все просто. Попробуйте сейчас засмеяться. Просто улыбнитесь, и вы поймете, что как только вы попробовали засмеяться, у вас внутри рождается такое движение, отклик. Радость, она откликается где-то в области грудной клетки. У вас такой теплый комок вдоль позвоночника передвигается. У каждого будет свое ощущение, но важно, чтобы вы именно это ощущение зафиксировали и поняли, о чем идет речь. Так вот, оказывается, что такой же отклик имеет и злость, и ярость, и чувство вины, и так далее. Только они более низко находятся. А выше любви любовь откликается области сердца. А выше любви вот здесь мы почему-то этот диапазон ощущений даже не фиксируем. И даже название в русском языке ему не придумали. Там есть экстаз, восторг, восклицание, и все, раз-два и обчелся. А нам как раз-то важен вот этот диапазон. Вот этот диапазон нам важен. Поэтому нам важно нащупать вот этот отклик, который входит у нас в теле. Как наше тело откликается. Если у вас это получилось, можно тренироваться отдельно. Без медитации научиться фиксировать этот отклик важно. Вы научились фиксировать этот отклик, тогда соединяем с медитацией. Дело в том, что уже на этапе, когда вы будете учиться фиксировать этот отклик, вы уже будете в измененном состоянии сознания. Только не таком глубоком. Дальше. Если у вас это получилось, переходим к самой практике. Садимся максимально удобно, расслабляемся. Переносим внимание на стопы. Дальше на голени, на колени, на бедра, на живот, на кисти рук, локти, плечи, грудную клетку, шею, лицо, волосы. Вы можете делать это медленнее. Я в самостоятельном режиме, я даю вам сам принцип действия, что вам надо делать. Это все-таки видео, не то, чтобы вы под меня медитировали. После этого делайте глубокий вдох-выдох. И расконцентрируйтесь еще больше. Снова глубокий вдох-выдох. И расконцентрируйтесь на ощущениях еще больше. И погружаетесь в себя еще глубже. Для того, чтобы облегчить процесс расслабления и релакса, переведите внимание, зрение ваше, в точку третьего глаза. Просто глаза поднимите и смотрите в третий глаз себе. Просто смотрите какое-то время под закрытыми глазами. И вы почувствуете, как внутри отключается внутренний диалог, и наступает тишина. И мышцы расслабляются еще больше, больше, больше. И когда вы сочтете этот процесс достаточным, после этого вам надо найти тот отклик, который существует в теле, здесь и сейчас, соответствующий вашему внутреннему состоянию. У кого это будет ниже сердца, у кого-то выше сердца, у кого-то в радости. Вот вы взяли этот отклик и потянули его вверх. Важно его привести сюда. Я понимаю, насколько сложно это будет с первого раза. С первого раза в лучшем случае, если получится в область грудной клетки, уже будет здорово. Но если у вас получится в процессе тренировок дотягивать сюда, что об этом вам скажет? Как только вы смогли внутреннее состояние поднять до лба, у вас появится вспышка серебристо-белого света. То есть вы войдете в белый свет. Если получилось перескочить выше, цвет окрасится фиолетовый. Но в любом случае у вас не будет черноты на глазах. Когда вы вошли уже в это состояние, вот это состояние называется рабочим. И следующие моменты, которые позволят вам уже работать в этих состояниях, определенные алгоритмы. Дело в том, что в таких состояниях человеку хочется расслабиться и тупить. Это такие состояния релакса, режимы самовосстановления тела. Они очень полезны для здоровья. И делать что-то в это время практически нереально человеку нетренированным. Потому что внутренний диалог отключен, и человек тупо не соображает, зачем он сюда пришел. Вот он находится в этом свете, и ему хорошо. На самом деле, если вам хорошо, ну и слава богу. На это можно уже и радоваться тому, что практика удалась. Потому что вы уже сюда пришли, вы уже получаете свою дозу энергии, свою дозу любви, радости и возможности восстановить свое физическое здоровье. Но для тех, кому интересны вопросы управления реальностью, надо в этих состояниях научиться сохранять осознанность. И для того, чтобы первично ее научиться сохранять, нужны будут определенные алгоритмы, по которым человек просто научит работать свою программу ума, которая в это время у него тупитая, вырубается. Научит работать для того, чтобы она все-таки начала работать с информацией, переключилась в режим дешифрации. Но это более сложные техники, это в дальнейших наших материалах. А на сегодня спасибо. С вами была я, Наталья Зайцева. Удачных вам тренировок. Когда вот эта базовая часть у вас будет отработана, у вас откроется первая дверь в магию и в управлении реальностью. Благодарю вас.